С 9 по 15 сентября в Минске проходит 31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Организация создана с 1985 года. Привлечение молодежи к космическим исследованиям – главная цель Ассоциации. Мне очень понравилась презентация, потому что я люблю все связанное с космосом. И космос сам. И несмотря на то, что я пошла войти, это не очень связанное с космосом, но это моя была детская мечта – когда-нибудь полететь в космос. 12 сентября в Багуир состоялась встреча с Клодом Николье и Дэвидом Бартоум. Клод Николье – единственный швейцарец, побывавший в космосе. Почти 30 лет отдал служению в отряде астронавтов. В копилке Клода – 4 космических полета. Суммарно – 42,5 дня в космосе. О первом полете Клод вспоминает с улыбкой. Мой первый полет был к телескопу Хаббл. Мы монтировали на него линзы, потому что он плохо видел звезды и галактики. А мы установили на него оптические корректоры. Это была замечательная миссия. Я не был астронавтом до этого. И вот я астронавт. И меня попросили отправиться с шестью другими людьми, чтобы заняться линзами на телескопе. Это было замечательно. Джо Дэвид Фрэнсис Бартоу – научный руководитель Международной космической станции в Космическом центре имени Линдона Джонсона. В 1985 году он летал в космос как специалист по полезной нагрузке. После встречи с замечательными людьми в Беларуси, я даже более чем уверен, что с Землей будет все в порядке, пока люди любят друг друга, как здесь, в Беларуси. У меня был и другой опыт во время полета. Это были восхитительные чувства. Когда я смотрел вниз на Землю, я видел, какая же она красивая. Для гостей была организована выставка. Бегуир представил свои разработки и достижения. Среди них и матричный двигатель для малых космических аппаратов. На нашем университете ведутся научные работы в направлении создания космических аппаратов, приборов. Сейчас ведутся работы по созданию микродвигателей для наноспутников. Это очень интересная тематика. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча способствовать будет тому, что наши студенты будут заниматься в этом направлении. Бесконечный поток вопросов и автографы студенты буквально окружили зарубежных гостей. Ведь не каждый день видишь космонавтов. А книга почетных гостей университета пополнилась пожеланиями астронавтов. 57 лет назад человек впервые оказался в космосе. Им стал всем известный Юрий Гагарин. За это время в космосе побывали более 500 человек. С неземными людьми вас знакомили Полина Кравчук, Максим Максак, молодежное телевидение Бегуир. Субтитры создавал DimaTorzok